«Смешайте мне текилу «Санрайз», — попросила Бет. Часы на стене за барной стойкой показывали половину первого. В дальнем конце зала за одним столиком обедали четыре американки. Она даже не завтракала, но есть не хотелось. «Конечно, с большим удовольствием», — отозвался бармен. Церемония награждения началась в 2.30. Все это время Бет накачивалась алкоголем в баре. По очкам на турнире она будет четвертой, а может и пятой. Впереди двое шахматистов, сыгравших сегодня гроссмейстерскую ничью и набравших каждый по пять с половиной очков. У Баргова шесть, у нее пять. Бет выпила три коктейля «Текила Санрайз», съела два сваренных крутую яйца и перешла на пиво, мексиканское «Дос Эквис». Понадобилось четыре бутылки, чтобы унять тянущую боль в животе, а заодно приглушить ярость и стыд. Но даже когда стало чуть полегче, она по-прежнему видела прямо перед собой угрюмое, каменное лицо и леденела от предчувствия катастрофы, не отпускавшего ее в продолжении всей партии. Она играла сегодня как новичок, как слюнявая, растерянная идиотка. Бет выпила много, но голова оставалась ясной, и язык не заплетался, когда она делала заказ. Вокруг будто образовался защитный кокон, державший весь мир на расстоянии. Она сидела на высоком табурете, одна, у края барной стойки с бокалом пива в руке, никак не могла захмелеть. В три часа в бар вошли, тихо переговаривая с двое шахматистов с турнира. Бет слезла с табурета и направилась в номер. Миссис Уитли лежала в постели, прижав руку к голове и запустив пальцы в волосы, будто у нее разыгралась мигрень. Бет приблизилась к кровати. Миссис Уитли выглядела странно. Бет наклонилась и взяла ее за руку. Приемная мать была мертва. Казалось, она ничего не почувствовала, но прошло не меньше пяти минут, прежде чем ей удалось разжать ладонь, выпустить ледяную руку миссис Уитли и набрать номер на телефоне. Менеджер отлично знал, что делать в таких ситуациях. Бет сидела в кресле и пила кофе с молоком, доставленный обслугой номеров, пока он давал указания двум служащим, которые пришли с носилками. Она слышала голос менеджера, но никого и ничего не видела. Ее взгляд был устремлен в окно. Чуть позже она повернула голову и принялась наблюдать за женщиной средних лет в сером костюме. Та прикладывала к груди миссис Уитли стетоскоп. Миссис Уитли по-прежнему лежала на кровати, а носилки подсунули под нее. По углам кровати неловко переминались ноги на ногу двое мужчин в зеленой униформе. Женщина убрала стетоскоп, кивнула менеджеру и подошла к Бет. «Мне очень жаль», — сказала женщина. Лицо у нее было напряженное. Бет отвернулась. «Что с ней случилось?» — спросила она. «Вероятно, гепатит. Завтра мы скажем точнее». «Завтра», — повторила Бет. «Вы можете выписать мне транквилизатор?» «У меня есть снотворное. Мне не нужно снотворное. Вы можете дать мне рецепт на либриум?» Врач мгновением молча смотрел на нее, потом пожал плечами. «В Мексике либриум продается без рецепта, но я бы посоветовал вам Мипробомат. В отеле есть аптека». Изучив карту на обложке дорожного путеводителя, купленного миссис Уитли, Бет выписала название всех городов между Денвером в штате Кларадо и Баттом в Монтане. Менеджер пообещала, что его помощник сделает для нее все, что потребуется, займется телефонными звонками, оформлением документов, уладит дело с властями. Через десять минут после того, как забрали миссис Уитли, Бет позвонила ему, продиктовала список городов и фамилию человека. Помощник менеджера сказал, что скоро ей перезвонит. Бет заказала в номер большую бутылку Кока-Колы и еще кофе, быстро разделась и пошла в душ. В ванной стоял телефонный аппарат, но звонков пока не было. Она все еще ничего не чувствовала. После душа Бет переоделась в чистые джинсы и белую футболку. На тумбочке рядом с кроватью валялась пачка Честерфилда, пустая, смятая рукой миссис Уитли. В пепельнице рядом с пачкой была забита окурками. Одна сигарета, последняя в ее жизни, лежала в желобке с длинным столбиком остывшего пепла. Бет смотрела на нее целую минуту, потом пошла в ванную и высушила волосы феном. Юноша из обслуги, который принес ей большую бутылку Колы и графин с кофе, держался почтительно и отклонил попытку подписать чек. Зазвонил телефон. — Переключаю на вас звонок в Денвер, сказал помощник менеджера. В трубке раздались щелчки, а потом зазвучал мужской голос, неожиданно громко и отчетливо. — Олстон Уитли слушает. — Это Бет, мистер Уитли. Последовала пауза. — Бет? — Ваша приемная дочь. — Элизабет Харман. — Ты в Мехико? — удивился он. — Ты правда звонишь из Мехико? — Я насчет миссис Уитли. Бет смотрела на сигарету, которую так и не выкурили, на длинный столбик пепла в желабке пепельницы. — Ну и как там, Альма? Она с тобой? В Мехико? — спросил Олстон с притворным интересом. Бет мысленно представила его таким, каким запомнила в Мэтт Уинне. Мистер Уитли очень хотелось оказаться подальше оттуда. Он всем своим видом говорил, что не желает иметь с этим ничего общего и всегда будет где-нибудь в другом месте. Она умерла, мистер Уитли. Умерла сегодня утром. На том конце провода установилась тишина. Бет подождала и окликнула. — Мистер Уитли, ты сумеешь сама все уладить? — спросил он. — Я не смогу вырваться в Мексику. Завтра буду делать вскрытие. И мне нужно поменять билеты на другой рейс. То есть один билет для себя. Голос Бет неожиданно стал слабым и безнадежным. Она дотянулась до чашки и отпила кофе. — Я не знаю, где ее нужно похоронить. Голос мистера Уитли тоже изменился. Сделался ломким. Позвонив похоронное агентство, братьев, Дерджин в Лексингтоне. У Альмы есть семейный участок земли на кладбище, оформлен на ее девичью фамилию. Бенсон. — А дом? Слушай, его голос опять звучал громко и четко. — Мне этот дом не нужен. У меня проблемы в Денвере хватает. Отвези ее в Кентукки, похорони и дом твой. Просто заплати за похороны. Ты же в деньгах не нуждаешься. — Не знаю. Я не знаю, сколько это будет стоить. Я слышал, дела у тебя идут неплохо. Ты вундеркинд или что-то типа того. Так ты займешься похоронами? — Я поговорю с менеджером отеля. — Хорошо. — Тогда действуй. Я сейчас стеснен в средствах, но дом можешь забирать. И все права на него. Позвони во второй национальный банк и спроси мистера Элиха. Запиши. — Эрлих. Скажи ему, что я хочу переписать дом на тебя. Он знает, как со мной связаться. Опять последовало умолчание, потом Бет спросила, стараясь говорить твердо. — Вы не хотите узнать, от чего она умерла? — Ну, от чего? От гепатита, наверное. Мне точнее ответят завтра. — О, — сказал мистер Уитли. — Она все время чем-нибудь болела. Менеджер отеля и врач обо всем позаботились. Даже сдали в кассу аэропорта билет миссис Уитли. От Бет потребовалось только подписать какие-то официальные документы, еще бумагу, освобождающую отель от ответственности, и заполнить пару бланков. На одном бланке было написано вверху «Таможенная служба США, перевозка останков». Менеджер связался с похоронным агентством братьев Дёрджин в Лексингтоне. Помощник менеджера на следующий день повез Бет в аэропорт. Ехали они на катафалке, который осторожно маневрировал на улицах Мехико, а затем прибавил скорости на шоссе. Металлический гроб Бет видела всего один раз. Из окна зала ожидания компании Всемирной авиалинии. Катафалк стоял у самолета рейса 707, и несколько человек вытаскивали гроб под ослепительным солнцем. Затем они положили его на вильчатый подъемник, и Бет сквозь стекло слышала приглушенное подувание двигателя, поднимавшего гроб на уровень багажного отсека. Внезапно он покачнулся под лучами солнца, и у Бет в голове мелькнуло кошмарное видение. Гроб падает с подъемника на площадку и раскалывается пополам, а набальзамированные останки толстой женщины средних лет разлетаются по раскаленному серому асфальту. Но ничего такого не случилось. Оператор погрузчика ловко поместил миссис Уитли в багажный отсек.